Мы берем питающий кабель, сеть написано. Синий провод это у нас 0, желтый это земля, коричневый это линия фазы. Ставим тестер на 20 кОм. То есть, если у нас провода нигде нету, нигде не коротыша, нигде нету потребителя, у нас на тестере показывает единичка, никакого сопротивления не показывает. Теперь берем землю и берем 0. Земля 0. И у нас показывает, причем это сопротивление плавающее, где-то вот оно было там 1,8 кОм, практически до 4 кОм. Вот оно плавает, это сопротивление. Вот сейчас ниже 2,2,4 кОм не опускается, до этого опускалось до 1,8 кОм. Так, теперь мы берем то же самое, только берем газовую трубу и берем 0. 0 и берем газовую трубу. И у нас также появляется где-то сопротивление, где-то что-то у нас коротит. То есть, здесь сейчас должно быть вообще вот идеально вот так должен. То есть, никакого не сопротивления, ничего. Вот из-за того, что есть это сопротивление, у нас котел дает ошибку е8. То есть, это у нас получается, когда котел хочет запуститься, у нас получается уже на проводах уже как бы есть потенциал. То есть, котел вроде просит, дает команду на запуск и тут же автоматика видит то, что у нас котел как бы уже работает, находится в рабочем режиме. Такая банальная ошибка может испортить всем время и нервы. В общем, отлично.